Тур Дэше, выпуск 12, поехали! Сегодня, как обычно, с вами ваши ведущие Кирилл Чернышов и Атар Мамучашвили и наши сегодняшние гости Андрей Дикемби и Иракли Гучуа или, как говорит Олег Лещуков, который сегодня, к сожалению, не сумел прийти Гучуа! ВЫШКИНСКИЙ ФУТБОЛ И, на самом деле, для меня возвращение в Вышку в 2014 году, это стало таким знаменательным потому что я увидел развитие футбола и очень много позитивного, в том числе благодаря вам, всем ребятам То есть пауза была, да? Да, была пауза в связи с, как и у многих тех, кто выбывает на пару сезонов с рождением детей Собираюсь играть еще долго, пока здоровье позволяет Ну и мечта у меня сыграть с сыном в одной команде То есть это еще мне надо попылить лет 15, как минимум, ну, может поменьше Вот В принципе, я вот смотрю, ребята уже тоже молодые тут есть, из СДР Которые, когда я начинал играть в Вышки, наверное, в детский сад ходили Когда на паузу уходить будешь? Сейчас хочу спросить На паузу? Да, да Мне наоборот, вверх пошло в последнее время, поэтому я не забираюсь уходить на паузу Ну, я начал играть с 2006 года, я тоже застал первую игру на резине этой феноменальной Это были какие-то там стыки кого-то с кем-то Вот, мы играли своим факультетом, своей какой-то командой Вот, все было на таком слабом, конечно, уровне Потом я перешел в команду Палач Вот, и начиная с 2006 года, с осени Я вот уже постоянно играю на протяжении уже 11 лет, получается А вы в одной команде играли? Мы играли, да, в какой-то период В 2014 году, как раз В 2014 году Сэр последний раз стал чемпионом Мы играли, стали чемпионом После этого мы оба сели на банку Да, ну так получилось, да И дальше пути разошлись Вот, а я пошел в первую лигу Ика пошел в СДР Стал еще раз, я так понимаю, чемпионом Да, мне повезло Я играл в сильной команде Не всем так повезло Кому повезло не так сильно А кому-то, может, повезло и больше Давайте к нашей первой рубрике Fergie Time перейдем И узнаем, как закончились матчи очередного тура Начинаем с матча Unicef в будущие папы Который закончился со счетом 0-0 Закончился с претензиями будущих пап в сторону СУДИ И с претензиями Unicef в сторону АТАРа АТАР, скажи почему Не знаю, почему ко мне претензии Но на самом деле такая боевая игра была Мы не забили уже четвертый пенальти За эту высшую лигу То есть у нас два забитых, четыре не забитых Причем у нас уже весь состав перемазал их То есть мы уже не знаем, кому бить Может быть претензии ко мне, потому что не я ударил Но я бы забил, это понятно Хороший матч, важные очки Идем дальше У нас там LX, мы с LX любим играть Так что легкие три очка, я думаю Окей, далее у нас три матча Это Майти ГБО, который закончил со счетом 4-0 СД Ролистик 9-1 И Кайлайн Экономикс Крю 5-0 В принципе обсуждать тут нечего Лидеры играли с аутсайдерами Везде приличные счета Везде, видимо, было без борьбы На самом деле все, что интересно из этих матчей Можно обсудить, я думаю, мы сделаем в нашей группе В фэнтези лиге Потому что самое интересное, что там могло произойти Это у кого-то забил игрок, а у кого-то нет Больше тут отметить действительно нечего Переходим к матчу LX United ГБО И он закончился со счетом 3-1 Спросим у Андрея, как проходил матч Игра напомнила первый круг И они были очень похожи Конечно, LX классом посильнее Почти на всех позициях Плюс командная игра И у нас особо не было даже моментов Только потом, во втором тайме Когда LX стал более играть, так сказать, расслабленно Они выпустили даже резерв в виде халила И у нас появились моменты, мы забили гол Поэтому тут как бы все достаточно однозначно Шансов у нас особо не было Кстати, крутой гол забил Ваня Балабанов Я видел в девятину метров с пятнадцати Очень крутое ошибки, да Ты ему голевой отдал? Ну, я промазал ему мяча В итоге он к нему позже пришел И ударил Окей, и последний матч Это матч СССР-Феникс Закончился со счетом 2-2 Спросим у Ики Почему он не забил победный гол на последней минуте? Да, была прекрасная возможность Конечно, крупно отскочить в этот матч Потому что мы целую игру провели Во-первых, не в оптимальном составе Сразу нужно сказать Вот, и в целом соперник был очень хорошо собран Состав у них был такой большой И скамейка была В целом мы играли не очень хорошо Позволяли сопернику Давали ему много свободных зон Часто хаотично бегали Не держали свою позицию Много проигрывали индивидуально Если честно, я когда бегал в первом тайме Было такое ощущение Какое-то, ну, в первый раз безнадежности Такое, что мы вот проиграем И тут уже никак нам ничего не поможет Но, к счастью, все вышло немного по-другому И мы смогли зацепить очки в этом сложном матче Ну, Феникс вообще, я думаю, в следующем сезоне Точно будет бороться за первое место Очень они сильно этот матч провели Феникс не будет ни за что отбороться Пока они нападающего не возьмут нормально Или пока не избавятся Да, у них, конечно, есть такие сложности Потому что у них было очень много моментов И, соответственно, они не забивали Даже тогда, когда счет был 2-1 Можно было решать, наверное, несколько раз Если были бы поклоснее Там впереди ребята Похладнокровнее То, я думаю, вообще не было бы у них С результатами никаких проблем А так Получилось то, что получилось Если бы ты был на месте Артура Загвозкина У тебя бы уже сдали нервы? На месте Артура, если бы я был бы Ну, вообще, Артур молодец, большой Но вообще нужно признать, что он вообще Очень такой сильный игрок Все говорят, что он сильный игрок Я тоже Среди этих людей, которые признают, что он очень сильный В плане физики, в плане игры Около него все строится Вот, он такой фундаментальный Да, ему, наверное, иногда не хватает Поддержки партнеров В плане где-то, может быть Реализации моментов, которые он создает Которые создаются вообще Командой Потому что у них такая игра была очень интересная В целом построенная Вот, наверное, у меня бы сдали нервы Да, потому что я более эмоциональный И не смог бы сдерживаться И, может быть, даже ушел бы На фоне своих этих проблем Ты поэтому ушел за СДР? Нет, из СДР я ушел не поэтому Из СДР я ушел, потому что Ну, во-первых, меня позвали ребята Во-вторых, я все-таки за СССР очень долго играл И в целом я ушел из СССР По причине того, что Ну, по личной причине Я, правда, не очень хорошо играл Я не очень хорошо был готов к матчам Соответственно, я проигрывал какую-то конкуренцию определенную Вот, у меня не очень складывалось Вот это вот приехать Проехать очень долго Приехать на футбол Поиграть 15 минут Там, побеситься Вот, и поэтому на фоне этого Мне нужна была какая-то мотивация Перезагрузка В целом я попробовал свои силы в СДР Мне кажется, в целом получилось Мне очень там понравилось Хочу и тебе сказать спасибо За отличное время, проведенное на футбольном поле Ты должен показать, вот как в прошлом Да, вот так Спасибо Да, СДР Ну, с ребятами Ну, тогда так получилось, что я ушел оттуда так быстро Но, мне кажется, мы с ребятами Мы с вами добились хороших результатов Хороших успехов Потому что до этого такого не было Хотя команда была тоже очень сильная Вот, поэтому, ну Паше Мазитову тоже передаю привет То, что он мне принял Там, Игор Немцову тоже Как капитану Всем ребятам привет Всем спасибо Идем далее Переходим к сборной тура Денис Девляшкин из Феникса И Саша Малых Третье попадание в сборную из СССР И скажи, пожалуйста Ты играл против Дениса И ты играешь вместе с Сашей Насколько оправданно их попадание в сборную На то взгляд Ну, учитывая Я про Сашу начну Учитывая то, как он играл Мне кажется, он может играть сильнее Но тут нужно признать То, что ему было сложно Как и вообще к нашим крайним защитникам Потому что игра Феникса Строилась на такой интересной схеме Они врывались в зоны флангов Втроем И у них было численное преимущество Соответственно, им было легче раскатывать защитников Вот, тут, наверное, где-то, может быть, мы там Фланговые полузащитники Могли бы работать больше Но так как мы работали больше на созидание Поэтому у нас вот этот момент С этим моментом было сложно В целом, Саша молодец Он забил очень важный гол Поэтому Можно сказать, что его попадание заслужено А по поводу центрального защитника Феникса Он тоже молодец Он очень плотно со мной играл В центре защиты Постоянно играл Даже, можно сказать, в какой-то мере степени Персонально играл со мной Но есть какие-то грехи Я не очень помню, был ли он в тот момент Когда я забивал или нет Но вот этот момент, конечно Они должны были более внимательно отыграть в центре Ну, расслабились немного Идем далее В опорной зоне Второе попадание в сборную Диаса Даже Налиева На мой взгляд, абсолютно заслуженное Несмотря на то, что в созидании он не особо участвовал Но свои функции полностью выполнил И можно сказать, что по совокупности Хорошо проведенных матчей В этом и в прошлых турах Это абсолютно заслуженное попадание в сборную Так же, как и вратаря будущих пап Дмитрия Чернядева Который отбил пенальти Да, помимо пенальти не так много было опасных ударов Но он был уверен От него уверенность переходила к защитникам Так что вполне логично, что он попадает в сборную Тимур Зайцев Обращусь к Андрею Игрок ЛХ Первый раз попал в сборную Отметил ли ты его Или в целом команда неплохо смотрелась? Ну, я его отметил, потому что В первую жизнь вообще увидел в этом матче Вот И мне казалось, что он играл в защите больше Поэтому Мы с ними особо не пересекались И в целом командная игра была достаточно хороша Чтобы кого-то отдельно выделять Особенно из тех, кто там на дальней половине был Идем далее Атакующая линия Слева фланга Семен Ситянов Из Юнисефа Второе попадание в сборную Если Юнисеф что-то и создавал То практически все это шло как раз через Сему Поэтому мне кажется, что вполне логично Что он оказался в сборной Ну а впереди в атаке у нас два представителя матча Тура Ираклии Гучуа Четвертое попадание в сборную Кирилл Ика сейчас лучше играет в СССР или играл лучше в СДР? Я ни одного матча не видел кроме матча Ики с СДР Поэтому не могу сказать А вас против СДР как сыграл? Не так ярко, как мог бы Я могу сказать, что я не видел, как Ика играл в СДР Потому что я был в первой лиге в это время Но по сравнению с тем, как он играл в СССР при мне Он, мне кажется, существенно вырос Более продуктивно играет Он играл раньше защитника, я правильно понимаю? Ну я не знаю, его выпускали в полузащиту В крае Ну да, нет, я скорее играл защитника Вообще, конечно, роль моя абсолютно поменялась Немножко и в СДР я другую функцию выполнял Больше разрушительную Больше в помощь людям, которые играют впереди В передней линии Абсолютно две разные позиции Абсолютно два разных показателя Того какой-то эффективности Поэтому сейчас немножко перестроился С учетом того, что в СССР была возможность играть так Потому что в СДР все-таки очень было много ребят Которые могут играть впереди Ну там с ними конкурировать было сложно И у них уже такая была поставлена игра в этом плане Соответственно, ну я считаю, что И я больше был нужен в СДР как игрок защиты Вот, потому что защитой, ну Было не все так хорошо, как с нападением Соответственно, вот сейчас немножко поменялась моя роль И где-то мне там, ну где-то, я не знаю, мне везет Где-то я поймал, может быть, какой-то фарт Какую-то удачу, какую-то уверенность в себе Вторым нападающим у нас в сборной Тура является Никита Колодич Второе попадание в сборную Забил, отдал голевой пас Еще раз 10 не забил, хотя мог Но очень был активен, много моментов Создавалось через него как раз-таки Может быть, где-то чуть не повезло с реализацией Но в любом случае, такой активности Гол плюс пас матча Тура стоит отметить Да, кстати, Никита Молодец Из нападающих был самый дешевый Фэнтези футбол, но принес немало очков Поэтому так держать Идем далее Игрок Тура, главная звезда 14-го тура чемпионата Александр Сулийкин Игрок Майти Пусть сам по себе матч против ГБО у Майти был не самый сложный Но такой легкий он получился во многом Потому что именно Саша с первых же минут Задал ритм, забил гол очень важный И потом весь матч провел на очень высоком уровне Как здорово написал Егор Поляков Было ощущение, что у Сулийкина два сердца То есть он носился туда-сюда Выжигал поле И смотрелся очень здорово По-моему это первое поражение ГБО В четыре мяча они проиграли Да, в четыре мяча По-моему так много они никому не проиграли Ну и вообще я скажу, что ГБО такая Вязкая Вязкая такая, ну команда неуступчивая И не такая уж прям легко проходимая Ну то, что нужно, мне кажется, командам Которые занимают, да В места у второй таблицы Они там показывают свой характер Как-то стараются на физике, да Как-то стараются Сразу не распадаться, не раскисать После того, как пропустят пару мячей Поэтому молодцы Можно их отметить в этом плане Кирилл, коротко, как ты любишь Суликин в порядке? Да, но игрок тура из матча Майти ГБО это полный бред Почему? Ну на каком месте ГБО? Девятый или десятый? На Майти на каком? На втором? Ну как, то есть Как это работает? Ну а кто на твой взгляд игрок тура? Кто-то из матча СССР Феникс? Кто? Любой, любой напад Гуча, Колодич Без разницы кто Я не согласен с тобой Я с тобой не согласен Какая разница, как игрок играет Если Вот, например, яркий пример Курсиану Роналду Вообще не умеет играть в футбол Последние года три Но он постоянно получает золотой мяч И забивает голы Он в последнем классике Сделал восемь точных передач У Терштегина было двадцать две Так, так, и аналоги? Ну, аналоги такая же Колодич сделал один плюс один Команда сыграла в ничью То есть мы должны придерживаться тех же шаблонов Что и в мировом футболе Пускай ты считаешь, что они неплохо Хорошо Окей, на этом сойдемся Отметим, что у нас в запасе Четвертый раз попадает в сборную Андрей Шабалин И седьмой раз Артур Загвозкин Мы идем дальше Что касается положения дел в турнирной таблице У нас просто какая-то нереальная борьба за чемпионство У СССР тридцать одну очко На одну очко отстает Майти и КЛН Там же совсем рядом СДР Феникс неподалеку Вот если бы Феникс выиграл сейчас То там вообще было бы жутко плотно ЛХ где-то рядом Но вряд ли сумеют дотянуться И побороться за медали Гобой по-прежнему на небольшом отдалении От команд, которые борются за выживание Ну, а у Листика и Каномикс Крю дела совсем Печально, если честно Судя по последним играм Не совсем понятно, как они будут из этой ямы выбираться ГБО пока в стыковых матчах Но там действительно очень плотно И по игре ГБО та команда Которая может с этой десятой строчки Выползти на какую-нибудь повыше Ну, а далее переходим к нашей очередной рубрике Питон или Силен Всем привет, это Костян 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 И мы на тур ДФШ Поскольку мы с Кириллом в очередной раз Проиграли в рубрике Легенда номер 13 То выполняем задание Сегодня эту рубрику мы проведем На сербском языке Итак, снажаны Два снажан на рык за фэнтези Дигитрон Один снажан бас за неговим желания брок Опоравка и поправка из Бугулими Один снажан локтёнов за ассистенцию Один снажан фэнтези Кач за новое дрессовое Один снажан Гоша за титул МВП на факультетском такмиченню Окей, переходим к питонам Два питона соснин за мим Один питон колосов и дикемби за мимове Один питон Лишуков за интервью Мы пришли посмотреть, как папа выиграл, а папа проиграл Один питон Савва за родженданскую частитку Итак, это были наши питоны или силеные Обязательно будьте активны в группе Выкладывайте мемчики, фотки, пишите комментарии Попадайте в нашу рубрику Победителей по питонам поселенным мы обязательно в конце чемпионата наградим Переходим к нашей рубрике разминка с фишками Пару слов буквально о предстоящих матчах очередного тура Начинаем с матча Mighty Economics Crew Первый вопрос тебе Кто в фэнтези наберет больше? Миробян, Ермаков или все игроки Economics Crew вместе взятые? Это за этот тур? Ну вот, за предстоящий Я думаю, Ермаков больше всех наберет Андрей, покинет ли Economics Crew последнюю строчку чемпионата до конца турнира? Нет, не покинет Особенно учитывая, что мы хотим пару игроков оттуда себе взять Еще, то есть они и так не собираются? Взяв шестером будут приезжать на игры Ну, как бы, зато мы будем приезжать девятером, поэтому... Следующий матч, СССР Листик Ика, СССР забьет больше девяти с половиной мячей? Ну, сложно судить В зависимости от того, как Листик будет играть, соберется он или нет Если он в меньшинстве будет начинать и расхлябан, то вполне возможно Потому что у нас, я так понимаю, состав собирается боевой Но как раз на матч с Листиком мы все собираемся Митяй Фрол подъедет Фрол может даже подъехать Митяй затащит вам гол? Митяй по старой дружбе Не знаю, Митяй затащит нам или нет Будущие папы СДР Андрей Будет ли средний возраст основы будущих пап? Полтора раза больше среднего возраста основы СДР? По-любому, да Особенно учитывая, что в защите будут эти модные ребята Я думаю, да Спартак станет чемпионом Я не болею за Спартак Но у нас очень много людей, которые болеют за Спартак Я, если честно, хочу пожелать Спартаку в этом году все-таки стать чемпионами Вы так долго этого ждали Ребят, да, я общался Надеюсь, буду общаться с парнем Тихо, аккуратно, не такие фразы говори С другом, у меня есть друг, мы с ним общаемся Очень близко Он был переводчиком Роберто Карлоса Вот так получилось И так получилось, что его телефон достался мне Со всеми фотографиями, которые у него были за все это время Поэтому, если вам интересно Посмотреть, как Лосина Троурея танцует в раздевалке Анжи И там посмотреть на Марадону Пожалуйста, могу вам всем показать Кстати, чтобы как бы заканцевать Хочу сказать, что я Роберто Карлосу, когда он играл в Анжи, щупал ноги Щупал ноги По работе, да Смотри, ну ты это У меня просто друг, он с Басковым, со всеми делами Летал на свалете Вот это уже не туда пошло точно Нет, нет, ну я не к этому, я к тому, что Ну, вы понимаете, да Там все ребята, все серьезные Хотели, хотели построить хорошую команду Не получилось А построили хорошие отношения Построили хорошие отношения, да Кирилл, у меня к тебе другой вопрос Кто выиграет Лигу Чемпионов? Атлетик Мадрид Следующий матч, который мы обсуждаем Да и не только его Это Юнисеф ЛХ Вопрос к Андрею Не забьет ли Юнисеф или Соснин еще один пенальти? А он добьет себя пенальти Ну вот Соснин в прошлый раз ударил вам Не забил Мы уже четыре раза не забили в этом сезоне Ну, я думаю, скорее всего, будут пенальти ворот Юнисефа Да, учитывая, что в защите играют Ты и Миша Петров, да Вот, поэтому, скорее всего, пенальти будет Ну, он номинально там играет, я тебе честно скажу Ну, он вообще номинально играет в футбол Ну, так Ну, в целом, парень неплохой, как у нас говорят Нет, я так и говорю Поэтому, я думаю, будет пенальти забитый Колес Понятно Идем далее Кирилл, кто отсудит лучше? Судьи ЛФЛ или наши родные? Судьи ЛФЛ на этом туре были в порядке Он один был Это был один судья? Да Один судья был в порядке Последний матч ГБО Феникс Ика Нанесут ли игроки Феникса на форму номера и фамилии? И что будет написано у Кости Ткача? Питон или Ткач? Нет, думаю, Ткач там будет написано Привет, это Костя? Костя Костя Такая толпа просто людей Ну, с там прям таким Ну, как игра, матч был Анжи Динамо А бежит такая толпа людей Ну, мы такие Ну, я говорю, Лена Че-то не побрился Он такой Мы так поворачиваем Это не за нами бегут Хорошо, что получилось так, что вы реально бежали не за нами Прям за каким-то парнем, который с флагом Анжи Ну, или с розеткой Смотри, не с розеткой, а с розой Бежали там С розеткой С розеткой С розеткой Ну, поняли Роза, роза Розетка С розеткой Да На саленителю бегали За ним пробегают Дай зарядить Смотри Смотри Стою в очереди там, где покупают себе водичку Подходит жена ЭТО Послушай Послушайте историю дальше Подходит жена ЭТО С двумя своими детьми В одном ребенке Волос как пачалка Он такой у меня перется Я такой думаю, блин, какие милые создания Как все круто Вообще попал на футбол Там, жена ЭТО такая Там, женщина интересная Тоже терлась, да? Нет, она нет Я такой, ну, думаю, вот как классная компания Там сверху сидела Фабио Капелло Там, мы сидим с Ренатом Такие Кстати, я много говорю, да? Да не, не, нормально А вы это вынесли? Вырежете, да? Я даже не буду показывать все это Не знаю Будет, будет Да все? Да я помолчил А то сейчас все на доме слибать начнут Да нет, ты чего? Да, нормально все Не, ну что-то интересное, что будет все идем, что-то скучаем Ну, там, ГБУ Мы идем дальше Куда? Я не знаю Наша следующая рубрика не будет подсвящена матчу Тура, потому что его нет Матч Тура мы не выбрали, зато у нас сегодня есть гости, есть конкурсы Сегодня будем играть в Шарады У нас сразу два представителя Гобоя, два представителя СССР, так что сейчас будет весело, посмотрим, кто из вас выиграет Сердель, Сердельман, Сердюков Сердель Донни Да, 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 Сердель Донни Герои мемов? 10 стоимость фэнтези Теперь мне кажется, так надо гостей тоже представлю А после туров будет как-то стоимость меняться? Не, не будет, иначе мы задолбаемся это все делать Не, не, не Принцип игры Шарады очень прост Я тебе говорю какое-нибудь словосочетание, скорее всего, относящееся к нашему футболу Ты должен за минуту, полторы или две как можно жестами попытаться донести до него, соответственно, что я тебе сказал Капа, зуб пробил, мышцы, бицуха Повязка, капитан Ты капитан Капитаны Капитан, у которого Нет Дырка Дырка Капитан, дырка Миша, Петров Нет Мы с тобой в одной команде Ага, а у нас капитан Лишуков Лишуков забил гол Ха, хорош Такого не бывает Почему дырка? Матч СССР, ему кувшинов пробил рот Ааа, что, бля Слышал, что он сказал? Матч СССР Кувшинов пробил ему рот Мы с тобой Как одно целое Одна команда Да Один-один Парочка Атар В матче с ней А, Атара Кирилл Ну, мы с тобой Да, 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 что, что Девять Девять Короче, игроков в команде Мы с тобой, да, партнеры Это все Пархаем Короче, как Летим Вообще Взлетели Короче, полетели Блин, как это? Правильно Один раз Двое Один раз Один Единица Что? Это цифру Ты показываешь Один раз Короче, партнеры Мы с тобой Девять Игроков в одной команде Один Это касается Какого-то матча Короче, нет Мы с тобой Еще раз Одно целое Команды Капитаны Он нас собирает В кругу, да? Летим И ты, знаешь Летим На первом месту Короче Мы на седьмом месте Но До вылета нам До днища Все Тих-тих-тих Экономик скрю Еще ниже Первая лига Мы вышли оттуда Взлетели Блин Порвались Ика, ты понял? Вылетели Да Гобой вылетел В первую лигу Гобой вылетел В первую лигу Это было очень сложно Значит, к нам присоединяется Саша Модестов Легенда СССР И сейчас он будет отгадывать И кто же прочитал, да? Первый, да? Да, да, да Можешь немножко подумать Я, ты, команда Ну, мы команда Команда Первое слово Команда Драка Что? Мы с тобой драка Пинаем мяч По ногам Подкат По ногам Удар по ногам Что? Мы с тобой Удар по ногам Давай дальше Начни с первого Ну, блин Ну, как это во все? Вы куда речи решили Хорошо, ладно Ну, ты правильно Можно? Ничего нельзя говорить Да, вообще? Ничего Высокий Да, высокий Мы с тобой Высокий Кто высокий? Мы с тобой Ну, я Ты Высокий навес Кто-то Третий Высокий Высокий Кто-то человек Конкретный человек Ну, там Ты здесь Показываешь Человек Мы тоже Команде Команде Защитник Высокий Человек? Какой-то Конкретный человек Немцов Высокий Казарин Казарин Ест Казарин ест Казарин ест Что-то Отгадать-то надо Казарин Толстый Толстый Казарин Что? Макс Казарин Ест И толстые Что? Кирилл А, Макс Гарит Кирилла Тепно Мазок Я не знаю Макс Ну, как Казарин Сожрал Мазит его Ну, как Это вообще Просто Вы Че Вообще Это как Я думаю Макс Ну, Макс Ну, хотя бы На Макса Сожрал Ну, Макс Это Тут при чем Вообще Говорит Говорит Говно Говорит Я же Мазок Я не знаю Че Еще Вообще Конечно Ой Сложно Вырежем же Про говно Чтоб Макс Я Номер Номер Зади Гучуа Но Мой номер Зач Фамилия Бьет Фамилия Бьет Пинает Пинать фамилию Неудачная фамилия Неудачная фамилия Удар Фамилия Бьет Ну, что Я Фамилия Хорошая Мне Хорошая Хорошая Что я имею Фамилия Я Бью И Расстраиваюсь Разочаровано Я Бью Вздыхаю Я Бью Фамилию Зади Что А Защита Я Бью А И Попадаю Защитника Защитника Ты Крепость Ну, скала Я Не знаю Что Защита Ворота А Я Бью Мимо Ворот Я Не Попадаю Ворота Я Попадаю Ворота Гол Что Я Попадаю Ворота Гол Вратарь Защитник Я Попадаю В защитника Я Попадаю Мячом Защитника Я Попадаю А Защитник Отбивает Мяч Что Это Ворота Я Бью Поворотом И Ты Защитник Отбиваешь Мяч Перекрываешь Мяч Мяч Он Не закончили Еще Мы В одной Команде Игра Тик А мы Так и Играем Мы На поле Так же Передаю Пас Передаешь Пас А А, мяч уходит в аут Блин, ты тупой просто Я же вспотел Я тоже Что, может, скажем парню? Скажи тебе Короче, фамилия нормальная у тебя Дело не в фамилии, забил ты автогол Это я, это свои ворота Мои ворота Блин, я тупой вообще Ну это было попроще, чем с баском, конечно Это было попроще, чем Казарин сожрал На мою сторону не сгадали Ну, блин, да Надо было наоборот, чтобы было Просто много о твоей фамилии сегодня говорили Ты немножко смутился Что, еще ровно? Надо какое-нибудь одно, чтобы что-то мы угадали Мы не можем такими вообще быть И заранее говорить, какой ответ Что это мы Так, Андрей Вы как победителя нашего конкурса Будете представлять честь гостей В поединке с нашим экспертом На данный момент счет 61-55 в пользу эксперта Прошлый тур, гости выиграли 8-7 Ну и посмотрим, как получится в этот раз Итак, я говорю матч, ты говорю счет LX Yoni 3-1 Mighty Economic Spirit Ну, это будет, конечно, жестко Я думаю, 8-0 СССР Листик 4-1 Будущая ПАП СДР 1-3 Гобой КЛМ 0-0 ГБО Феникс 0-1 И в каком матче ты больше всего уверен? Какой будет ГБО Феникс 0-1 Отлично На этом 12 выпуск нашей передачи подходит к концу Подписывайтесь на наш Телеграм, Инстаграм и различные социальные сети Сегодня в студии были ваши ведущие Кирилл Чернышев и Атар Мамчашили И наши гости Иракли, Гучуа и Андрей Дикемби Так что увидимся в этот раз в субботу в Лужниках Ну и на нашей следующей передаче Пока Субтитры сделал DimaTorzok